МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уседцы без взрослого. Интернет-кафе для пенсионеров открыли у старых дорогах. Я внука понимаю, что он не ладит за компьютером. Он раз немножко сделал, и что хочется узнать. Про ты, кто открыл виртуальную простору, наш репортаж. Я молю свет. Набученко Маргиногорской гимназии перемогла в республиканском конкурсе на лепший детячий экологичный молюнок. Желание плюс способности и в результате получаются воплощения в рисунке. Салют. Перамога Минщина гучно оцветковала 9 мая. Десятки тысяч людей удельничали во врачистостях с нагоды 68-й годовины Перамоги. В Кожаном районе спробовались девять уникальные забавляльные программы. Так уже одни прошел первый этап открытого кубка по силовым экстриме. Спортсмены из Беларуси России свои выступления присвятили ветеранам. Пронести карамы с лавагой у 320 килограммов, чемоданы кожные по 140 килограммов, перокинуть камень терраспирокладину. Наймотнейшие волоты, майстры спорта и чемпионы шматрик их с поборництво выкликали неподробные эмоции у грядачов. Это даже почетно, выступить в такой праздник. Есть такая возможность показать свои силы, показать людям, продемонстрировать свои физические качества. Я и посвящаю как раз таки ветеранам, так и есть, потому что это действительно святой праздник для нас, для двух стран, для двух народов, потому что у нас народ единый, россияне-белорусы. То есть это действительно для нас святой праздник. Этот праздник никогда не забудется. Этот праздник – освобождение человечества от коричневой чумы. Забавляльные пляцовки, аттракционы, полевая кухня працовали во всех районах меньшины. Вядома святой перамоги – это и день со слезами на ватшах, и соправданный триумф к героизму. Такая погода, нету дождя, как будто вот что, 9 мая надо отметить. Конечно, хорошо и спокойно, никто тебя не презирает, самое главное. А тогда вся деревня была оккупирована немцам. А что ж я могу тогда сказать? У меня, я за себя не переживала, мне было 14 лет, а кроме меня было 9 у мамы. Моя мама пережила очень много в дни Великой Отечественной войны. И каждый год она приезжает ко мне сюда, в Белоруссию, чтобы посмотреть этот праздник. И 9 мая, посмотреть, как проходят парады. Собираемся, едем на Курган Славы, здесь к памятнику Куприяновой. Это такая как бы и традиция, и честь, возложение венков. И вообще, как бы вот, чтобы для ветеранов, это самое, ну, в дни, как бы сказать, что это память, и продолжение всего традиции. И все-таки, чтобы молодежь как бы помнила и знала об этом дне. Невядомые сторонки Великой Айчины и жоденские гимназистки отзначились на гуманитарной международной конференции до следующих работ в Москве. Особливый интерес выкликала творчая праца Ксении Боровской. Девчина, разом со своим навыковым керунником, обновила имены девяти загинувших червонармейцев. Под час войны они удельничали в боях поблизу Борисовой, и до этого их подвиг заставался невядомым. Дякуючи жоденской восьмикласснице, память про герою будет увековечена. Моя работа называется «Имена, возвращенные из обвения». Эта работа посвящена тому, что наша исследовательская группа решила изучить бой, который прошел на станции «Правитарская победа», который произошел недалеко от моего города, то есть моя родина. Мы решили установить имена погибших, точную дату боя и найти автора памятника, который был установлен на месте боя. Внутреннее удовлетворение, что все-таки добились своего результата, многое узнали, многое раскрыли. До надзвучайных сдарений у ночи вратовальники ликвидовали у сгорания на мини-рынку Борисова. Сгорелся один со складских павильонов. У людей у момент пожарной территории не было. Нашествие никто не потерпел. За огнем пожарные справились оперативно. У вынеку сгорели два металличные павильоны. По передней причине пожару неосторожное выходжение за огнем. А вратанцы на передней сгоре у дравляны жилый дом. Огонь перекинулся на господарчие побудовы. Вратовальникам удалось продухерить расповсюдживание огню на соседние сядибы. Вероходная причина пожару подпал. Виновников теперь шукают правооховники. Милиция и ДАИ нарадовницу будут спрацовать во взмонственном режиме. Традиционно у День памяти померлых великая колькость людей, наведывая могилки, которые размещены у Довоколи столицы. Громадский парадок калям могилок будут забеспечивать каля 80 милицейских нарадов. Транспортники пустят до могилок додатковые автобусы. Аутоинспекторы организуют додатковые парковки и будут регулировать рух, как не створать затору. Так изменяется схема подъезда у дополнительных и михановицких могилок. Инспекторы ДПС просят водителям упрытрымливаться правилам руха, часовых дорожных знаков и сигналов регулировщиков, а при махчимости 14 мая скорыстаться послугами громадского транспорта. С целью исключения заторовых ситуаций будет изменена организация дорожного движения вблизи кладбищ Северное, а также Михановичи. Будет организовано одностороннее движение для того, чтобы посетители могли приехать на своем личном транспорте, посетить могилу усопших и уехать беспроблемно в Минск. Все же госавтоинспекция Минской области обращает внимание автовладельцев и советует воспользоваться общественным транспортом для того, чтобы все-таки как-то разгрузить трассу. На машине мы обычно ездим, поэтому полегче, наверное, на машине. Заранее, чем в этот же день. Навестить бабушек, дедушек, всех там убрать аккуратненько, все положить, яйца, как обычно по традиции, лампадку зажечь, вспомнить, добрым словом, всех родных и близких. У сетцы без взрослого интернет-кафе для пенсионеров заявилось у старых дорогах. Клуб открылся у помешканий Центра социального обслугования насельства. Пожилых людей тут абсолютно бесплатно научить компьютерной грамоте. Курс различен на два месяца. За этот час пенсионеры повинны не только доведаться, как работает компьютер, а лей научиться створать электронные документы и шукать информацию в интернете. Головная мета – дать махчимость пенсионерам с допомогой сучасных в сроке связи поддерживать контакты со своими родными и сябрами у других странах света. Про тех, кто открыл виртуальную простору наш репортаж. Сегодня мы научились с вами выделять текст мышкой. Давайте попробуем выделить название. Ирина Насачова – у былым выховательницей детячих и садка. Там у роли педагога, хоть и для иншей у взрослой категории, чувствует себя упевненно. Головное не спожать пенсионеров складанными терминами. Компьютерную грамоту выкладает простыми словами. Починать доводится с нуля. Вот сегодня ко мне придет женщина в полчетвертого, она вообще никогда не держала в руках мышку. Мы прошлое занятие с ней только и делали, что нажимали два щелчка, закрывали, открывали, закрывали. Или что-то еще с мышкой делали, потому что она вообще ее не знает, как держать и боится ее. И сказала, что скорее всего, что у нее не получится, и она не будет ходить. Но такого мы позволить не можем. Ей нужно это, потому что дети живут далеко, она хочет с ними общаться, поэтому будем учиться. Идею открыть интернет-кафе подказали сами пенсионеры. Уже год я не сбираюся в отмысловом клубе по интересах гармония. Але для полной гармонии не хватало сучасных технологий. Тримать совесть с родными и сябрами можно не только про звучайную пошту, але и с допомогой компьютерных технологий. И для многих оволодость компьютерной грамоты стала метой життя. Теряешься, во-первых, еще боишься, что меня жмешь на тук-тук кость и сломаешь. Знаете, как, мы уже от этого, ну, мы далеки от этого. Поэтому, ну, вообще интересно, очень интересно. Я не умела ни включать компьютер, ничего не умела делать. Ни мышкой пользуюсь, особенно как она у меня, мышка не слушалась. А теперь уже и мышка слушается, по крайней мере, лучше. Писать уже научились, писать шрифтом, заводить папку свою. Уже как бы память немножко подводит, запоминать трудновато. Ну, думаю, преодолеем. После первших уроков некоторые вошли берут додатковые занятки. Сучасные веды для пенсионеру – не отставать от молодых и жить сучасно. Начали уже заниматься, и как-то оно затягивает, интересно, уже хочется что-то. Вот теперь я внука понимаю, что он не вылазит за компьютером. Он вот раз немножко сделал, и что хочется, и что что-то хочется узнать. У Жохотка интернет-кафе отримает и сучасные веб-камеры. А студенты смогут сделать свой первый сеанс в виртуальной связи. Социальные службы тем временем думают и над новыми проектами для пожилых. Они планируют, значит, и поездки на экскурсию. Планируется, возможно, какой-то у нас создать театр, может, творческий. И поэтому все в наших руках, и я думаю, что при поддержке таких граждан, пожилых, как мы их называем, ну, я думаю, что все получится. Анастасия Толупова, Сергей Манько и Максим Рагаунев, Минщина. Намаливать свет навученка Марьиногорской гимназии Дарья Даниленко перемогла в республиканском конкурсе на лепший детячий малюнок на экологичную тематку. У финала добрали 9 работ. С допомогой фарбо и фантазии дети закрикали беракчи природу. У Дарьи Даниленко из дольности до омалевания проявились уже у двухгодовом взросле. Девчонка, удивляющая в шматликих конкурсах, и теперь чекая выника учаргового творческого поборничества по правилах дорожного руха. Надо беречь сейчас, а потом это уже можно будет поздно, это уже может быть никогда не будет. Это девочка, которая участвует во всех конкурсах этого направления. И в частности вот в этом конкурсе, почему она победила? Потому что она увидела значимость этого конкурса. Это во-первых, мы говорим об этом часто на всех воспитательных мероприятиях, а потом желание рисовать. Вот у нее это желание, наверное, первостепенное. Поэтому желание плюс способности и в результате получается воплощение в рисунке. И на этом у меня все. Доброго вам настрою и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok